В этом году исполняется 11 лет, как мы организовали зерновой союз. За это время произошли колоссальные изменения и в стране, и в сельском хозяйстве. Еще 11 лет назад, вы нам напомните, наше сельское хозяйство было депрессивной, убыточной отраслью. Так себе. Вот за эти 11 лет мы видим, что сельское хозяйство страны это сегодня драйвер экономики. По крайней мере так утверждают наши руководители. Мы видим, что за эти годы мы в значительной мере технически перевооружились, поправили финансовое положение. И очень серьезно поправили. Это видно сегодня и по кредитной массе, которая сильно сократилась. Подняли урожайность. Хозяйство у нас на сегодняшний день, если верить статистике, 92% прибыльных. А 11 лет назад было 64. То есть явно рывок вперед. За это время произошли значительные организационно-структурные изменения. Хозяйство в форме СПК теряют позиции. Во-первых, их уменьшилось, много обанкротилось. Во-вторых, они теряют землю. Земля переходит плавно. Фермерам переходит крупным агрохолдингам. И это закономерно. У меня очень много руководителей, руководителей СПК, друзья. И это закономерно, и нужно обижаться. Потому что и... И рентабельность разная. Прибыль на гектар вдвое меньше у СПК. Прибыль на работающего втрое меньше. Ну, я так понимаю, нет хозяина. Там, где есть контролирующий, либо это фермер, либо это хозяева холдинга, экономическая эффективность намного выше. Это закономерно, это обижаться не нужно. Так и есть. Ну, и что я написал? А! Вот то, что я назвал, вы чувствуете, мы усилились. И мы сегодня сильные, даже очень сильные. Но разобщены. Что мы увидели в этом году? Мы увидели в этом году пошлину. Как мы не кричали, каждый в отдельности. Она осталась. Причем, каждый считает хорошо. Он со мной, если не согласны. В этом году мы за счет этой пошлины недополучим от 300 до 400 миллиардов рублей выручки. Это значит, и с прибылью. И ведь мы ни до кого не достучались. Нас просто не слышат. Единственная причина то, что мы вот с вами разобщены. Русской зерновой союз и здесь члены. При том, что у нас несколько сотен предприятий в области. Ну, понятно, мы слабые. Но, тем не менее, пропускаю все. Желаю всем оптимизма и уверенности в будущем. Не критикую никого. А то вдруг не будет. Спасибо за внимание.